Не пройти, не проехать. Именно так можно описать состояние дороги во дворе дома Сиумике 75. По словам местных жителей, ремонта здесь не было с постройки дома. Такие ямы трудно обходить и молодым людям, не говоря уже о пожилых и женщинах с детьми и колясками. Ходить невозможно, дороги ужасные, невозможно ходить. Тем более с колясками вот такими, великами тоже невозможно, дети маленькие, тяжело обходить. Асфальта у нас нет нигде, все давно-давно старое. Сначала дома, когда построили, так все осталось. Когда здесь в последний раз проводился ремонт дороги, сказать очень трудно. Асфальтное покрытие стерлось до бетонных плит и из них уже торчит арматура. И если пешком опасные участки еще можно обойти, то автовладельцы рискуют повредить машины, заезжая в этот двор. Как минимум испортить резину, пороги испортить, подвеску испортить, это же все абсурд полный. Такие деньги платим в дорожный фонд, а толком нет. И муниципальные власти тоже что-то не особо-то стараются. Дороги нет, как испытательный полигон, может там лучше еще. Очень плавно, арматура торчает. Если в сухую погоду неровности и торчащая арматура хорошо видна, то во время дождей проехать по этой дороге сродни езде по минному полю. Поэтому местные жители стараются парковать свои автомобили подальше от злополучного двора. Однако некоторые, особо оптимистично настроенные жители этого дома, видят в таком положении и свои плюсы. Одно хорошо. Чем хуже вот здесь дорога, тем меньше машин здесь стоит у нас. Свою машину могу поставить. Были бы хорошие, сейчас бы тут не поставить было. На вопрос жителей, когда же решится их проблема, в департаменте строительства ЖКХ и благоустройства города Нижнекамска ответили весьма сухо и коротко. Ремонт и улучшение придомовой территории дома Сюнбеке-75 будет рассмотрено для включения в программу «Наш двор» до 2024 года. Алья Салахиева, Влад Симагин, НМедиа.